Программа выходит при поддержке Общества с ограниченной ответственностью Волжская нефть Здравствуйте дорогие братья и сестры В эфире программа приглашения в храм И сегодня в нашем выпуске Бог Отец, Сын и Святой Дух Почему о Троице люди узнали только после пришествия в мир Христа Человеческий ум и человеческое сердце Могли вместить это учение Великая Победа Когда братский немецкий пролетарий стоял под Москвой Как церковь помогала фронту Патриотическая помощь фронту 300 миллионов рублей Празднуют и церковь и государство Без них у нас, можно сказать, вся наша культура была бы совершенно иной Как в Саратове отмечают дни памяти Кирилла и Мефодия Сегодня мы с вами будем готовить похлебку по-суворовски Хозяйка православной кухни о новом рецепте И об особенностях Петровского поста Об этом и многом другом в программе приглашения в храм Праздник Троица Его еще называют Пятидесятница Потому что отмечают на Пятидесятый день после Пасхи Этот праздник отмечали еще древние иудеи В этот день они вспоминали, как получили закон На горе Синай Бог дал им заповеди Это случилось на Пятидесятый день после Иудейской Пасхи Которая празднуется в память о том, как пророк Моисей Вывел иудеев из Египта На Пятидесятый день после Христианской Пасхи На апостолов сошел Святой Дух Более правильно называть этот праздник Днем Святой Троицы В этот день люди как бы познакомились С еще одной ипостасью Бога, Духом Святым И было окончательно открыто Что Бог пребывает в трех лицах И есть Святая Троица Был иудейский праздник Пятидесятница Все апостолы и Богоматерь Собрались вместе и молились Вдруг раздался шум с неба И на апостолов сошел Святой Дух В виде огненных языков Ученики Христа получили способность Говорить на разных языках Народ удивлялся Как это простые необразованные рыбаки и плотники Вдруг стали понимать другие наречия Знать Священное Писание На изучение которого Иудейские книжники тратили немало лет Так апостолы получили дары Святого Духа Так исполнились слова Спасителя Прежде чем вознестись на небо Христос обещал, что пошлет от Бога Иного Утешителя Который будет постоянно пребывать с ними Так людям было открыто учение Святой Троицы О том, что Бог един в трех лицах Бог Отец, Сын и Дух Святой Именно в честь этого события И установлен праздник Это день, когда Человечеством была получена Вся полнота откровения у Бога Вся та полнота, которая возможна Для того, чтобы человеческий ум И человеческое сверстство могли вместить Эту благою весть Это учение Учение о Троице – краеугольный камень Основа православной веры Правда, постичь тайну Святой Троицы До конца невозможно не только человеку Но даже высшим ангелам Потому, объясняя, прибегают к аллегориям Которые лишь отчасти раскрывают нам Тайну Святой Троицы Обычно в качестве некого такого примера Приводят, ну, такую древнюю притчу Даже, вернее, не притчу, а некий рассказ Который связан с именем Святого и апостольного императора Константина В качестве образа, который бы указал на эту тайну Он привел пример Солнца В котором вопрошающим он указал на три его составляющие То есть некий диск, который мы видим своими собственными глазами Теплоту, исходящую от этого диска И свет, который исходит из этого диска Вот точно так же он предложил мыслить И о Пресвятой Троице Что представьте, что Бог и Отец подобен этому диску И от него исходит тепло и сияние Но при этом и тепло, и свет, исходящий от этого диска Не есть самый этот солнечный диск То есть как бы три составляющие с различными свойствами Но суть – одно Солнце Впервые Святая Троица является еще в древние времена Про Отец Авраам встречают трех странников Этот эпизод Библии вдохновил Андрея Рублева Появилась икона – Троица Ветхозаветная Но явление странников Аврааму не было откровением Ветхозаветный человек к этому был просто не готов Впервые тайна о том, кто есть Бог, была приоткрыта в новозаветные времена Сначала в момент крещения Христа в Иордане Тогда Бог Отец возвестил с неба, что Христос – его Сын возлюбленный Таким образом люди узнали о втором лице Святой Троицы Полностью же учения о Троице получили именно когда на апостолов сошел Святой Дух Третья ипостась Бога Сам Господь дает заповедь идти во все концы И учить все народы вере И учить вере и крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа Учения о едином Боге в трех лицах закрепили на Вселенских соборах Первом и Втором было это в IV веке Однако сегодня у православных и католиков разные взгляды на Троицу Согласно православному учению, Дух Святой исходит только от Бога Отца Католики же считают, что и от отца, и от сына Пусть я преклонил луко твой... Субтитры создавал DimaTorzok